Ребята, всем привет! Остались совсем считанные дни. Послезавтра уже состоятся выборы в Верховную Раду. Напоминаю, что я баллотируюсь кандидатом в народные депутаты по 169 округу. Это город Харьков, это Киевские и Московские районы. Напоминаю, что это очень важный день для всей страны. И я призываю всех прийти в этот день на выборы. Независимо от того, в каких городах вы находитесь и независимо от того, за кого вы решили голосовать. Это очень важный день, поэтому потратите свое время. Я понимаю, что это воскресенье, что это хороший день для отдыха, но все же берите семью, зовите друзей, бабушек, дедушек. Все на выборы, как раньше говорили, поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу. Хочу, чтобы вы понимали зону своей ответственности как граждане страны, что от вашего выбора действительно зависит очень много. Поэтому приходите, голосуйте. Что же касается моей избирательной кампании, вы все видели, какое количество негативного материала было опубликовано за очень короткое время для избирательной кампании в отношении меня. Я стал мегапопулярным, я сам стал самым скандальным, пожалуй, депутатом, мажоритарщиком на территории нашей страны. Со мной разве что могут некоторые еще немножко потягаться, но в целом я самый скандальный кандидат. Только что я смотрел прямой эфир, где госпожа Слепачук, кто не знает, это глава ЦВК давала брифинг, о котором, опять же, не смогла не вспомнить меня, уделила мне этому большое времени в моей скромной персоне. Напоминаю, что это как раз та глава ЦВК, которая в ручном режиме управляла своими подчиненными в судах, по СМСам рекомендовала, как надо выступать и что надо говорить. Я думаю, что и как голосовать она тоже, наверное, рекомендовала, только уже не подчиненным ЦВК, а членам здесь местных комиссий, потому что буквально только что 5 человек, моих представителей на дельницах предвыборных, были просто без объяснения сняты и заменены людьми моего главного оппонента Александра Горновского, кстати, который абсолютно уже, я так понимаю, исчерпал все медийные ресурсы для того, чтобы меня мочить. Как меня мочили, вы можете посмотреть в коротком ролике специально для вас сделал. Очень показательно, что человек потратил огромное количество денег для того, чтобы сделать меня просто негативным персонажем. Но несмотря на это, благодаря вам, очень приятно осознавать, что у меня огромная поддержка, что у вас очень много, люди ко мне подходят, просто очень сильно надеются и хотят перемен в стране. Это очень приятно и позитивно. То есть выяснилось, что он имеет подвыборное гражданство. Кроме того, что имеет подвыборное гражданство, Александр Кулицкий назвал анексовый педагоград, который выкрыли в Брест-Брест-Брест-Брест-Брест-Брест-Брест-Брест-Брест-Брест. Из первых уст, так сказать, что вы посмотрели ролик президента. Президент недавно посетил город Харьков, где он ответил на провокционные ответы журналистов, которые, опять же, пришли не по своей воле, а по воле моего главного оппонента. Я хочу, чтобы вы послушали полную версию ответа президента, потому что СМИ местные, Харьковские и большинство подконтрольных СМИ, скажем так, проплаченных СМИ, публиковали информацию о ответе президента неполностью. Поэтому посмотрите, насладитесь. Я думаю, что все вопросы по этому поводу должны будут отпасть. Скажите, а может ли вы как-то прокомментируете с Александром Куниським ситуацию, которая осталась в Харькове? А, так, вы же крылья в чате. Так. У него подвыборное гражданство. Нет, нет, нет. Он только обратился, что хочет отказаться, но там решение не принято. Мне сказали, что он обратился, чтобы сдать паспорт за законом. Он не может быть депутатом, если у него есть подвыборное гражданство. Я думаю, так. Вот и все. Если у него есть другой паспорт, если бы он его не отдал, он не может быть депутатом. Но вы же понимаете, против кого он, так? Проти кого он. Там много людей. Нет, нет, нет. Там есть два суперника. Пан Грановский и Пан Кирш. Правильно. Ну давайте с вами поговорим. Хочете замість цієї людини Грановского? У меня прямо до вас вопрос. Я же не вырешу. И вы не вырешуете. Я же не вырешу. Я выборец. Нет. Вы вырешуете, но не только вы, я бы вырешуете. Харьковщане вырешуете. Хочете замість цего хлопца, который еще не сдал паспорт, или в процессе, не знаю, просто не владею полной информацией. Хочете замість него, я вас, как у Харьковчанки запрещу, Грановского? Хочете? Там есть один конкурент. Нет. Я уверен, что есть много людей, которые лучше за всех этих кандидатов. Но вопрос так, у меня можно. Вы же мне все ставите вопросы. Я задоволен ответить. Я буду голосовать за другую. Не за пана Грановского, а за Кирш. Питание не в том, что вы решили, что у вас есть судьба. И есть две люди. Хочете замість этого человека, который Грановский избивает. Вы же знаете, да, государство, за ровность. Не? Не знаете? За ми? Так за правду езды, за вылуки в рощу. Все. Все дуже просто. Вас можна перемахти панарно. Дякую. А можно артюр, пожалуйста? Девча. Да, вы блядь. Теперь, что касается самих выборов. Друзья, вы должны понимать, что у моего оппонента больше не осталось никаких инструментов воздействия. ЦВК всем, чем могло, помогло. Я думаю, что теперь надежда одна только на фальсификации. Фальсификации и здесь, на округах, на дельницах. То есть, действительно, как я уже говорил, заменяются люди людьми оппонента. Надеяться на то, что им удаться сфальсифицировать где-то, испортить белик, не как это делается. Где-то прокатить карусели, привезти людей, подвезти автобусами проплаченных, которые проголосуют за того, за кого надо. Надежда, опять же, на админресурс, что учителя проголосуют, которых долго окучивал господин Грановский с местной властью. Также, я так понимаю, надежда есть на то, что возможно сделать какие-то вбросы или какие-то провокации. Я очень прошу вас поддержать меня в этот день на 169-м округе. Вы всегда можете прийти и помочь за тем, чтобы не могли произойти те вещи, о которых я только что рассказал. Поприсутствовать, посмотреть, при необходимости вызвать 102, снять на телефон. Если видите какие-то фальсификации, обязательно звоните на горячую линию. Номер я оставлю под этим видео. Мне нужна ваша помощь, мне нужна ваша поддержка. Я хочу, чтобы эти выборы действительно были честные. Потому что, на самом деле, у моего оппонента не остается больше никаких рычагов воздействия на меня. Поэтому остается только фальсификация. С этим мне могут справиться только вы. Поэтому, ребята, всех призываю, пожалуйста, кто может. 21-го числа я буду вести стрим. Будет транслироваться на моем канале. Поэтому тоже за этим следите. Будем показывать, что происходит в избирательных дельнете, как происходит процесс голосования. Чтобы вы понимали общую картину. Я думаю, что мы будем ездить и по соседним округам, смотреть, как это происходит на других дельнете, как это происходит у других кандидатов. Поэтому будет интересно. Вы также сможете при случае попасть в стрим, рассказать свое видение, свое мнение по поводу этих выборов. Еще раз, ребята, призываю всех не забыть в этот день, в воскресенье, 21-го числа, прийти и проголосовать.